У обезьяны нет модуля Он довольно нехило нам пополняет все наши параметры Поэтому будем пользоваться скорее всего им Тем более, что он дает много бонусов Как вы помните, на нас нападали геты К капитану Шепарду уже прилетело Что не может не радовать Да ладно, меня просто ваншотнули, замечательно Так, ну ладно, я примерно вспомнил, как что здесь делать Единственное, что нам надо, это пробить щиты этих засранцев Чтобы пробить щиты этих засранцев, нам с вами нужно, чтобы ты стрелял с этой вещи Ты стрелял с этой вещи Также, чтобы ты, барьер добавляет к вашим щитам, биотический барьер Так, Шепард усиление щита мы сейчас сделаем на себя Я думаю, что начать стоит где-то с вот этой фигни И попробуем пройти Делаем себе усиление щита Замечательно Эти лазеры вовсе не крутые О, минус гарус, как классно Кажется, даже уровень получили Не-не-не-не-не-не-не Просто сделай барьер, давай Так О, кстати говоря Дошифровка низкого уровня навыка Ауч Восстанавливаем немножко хп, сохраняем, кстати говоря Вот примерно так это и надо делать Так, я забыл на какую кнопку хилить, если честно Использовать пенициллин нужно было на какую-то кнопку, но Отлично Как только все враги умрут, мы сразу же сможем возродиться Надо, кстати, сюда вот А, вот, собственно, все враги, значит, умерли По идее Дошифровка низкий уровень навыка у нас, к сожалению Ладно, давайте сохранимся Потому что, на самом деле, это хороший момент Хороший момент Когда стоит не умирать Но, оказывается, умерли, походу, не все враги И какая-то их часть все еще жива Причем Жива все еще часть Которая является снайперами Благо, снайперы Ау Очень Очень слабые Так, где-то Где-то вот здесь этот засранец обитает Последний По идее Он даже сгорел в кислоте Замечательно Давайте зайдем уже вниз Наконец-то посмотрим, что же здесь было Возможно, там есть что-то полезное Все-таки мы прошли эту Безумную немножечко часть Не хотелось бы вот так встречаться с ними Снова и снова Но, к сожалению, ангетов мы никуда не сбежим И продолжим их встречать по пути нашего прохода И дальше, и дальше, и дальше Ладненько, дорогие мои друзья Давайте бежим вперед Сохраняемся, естественно Теперь мы будем сохраняться чаще Максимально часто Насколько это, в принципе, возможно И надеяться на Собственно говоря, лучшее Хорошее начало серии И хорошее окончание прошлой В виде нашей смерти Ладненько, давайте Давайте будем изучать эту планету дальше В принципе, мы здесь должны вроде как найти что-то еще интересное Надеюсь, что это действительно будет так Напоминаю, что на этой планете кислотный баланс повышен, так сказать Поэтому лучше быть поаккуратнее Несмотря на то, что мы в шлемах Уровень опасности все равно у нас, как вы видите, повышается Что означает все-таки Проблему в некотором смысле Ладненько, сваливаем отсюда Сохраняемся уже Вот тут вот И давайте поглядим на карте Куда же нам все-таки стоит отправиться Отправиться нам стоит Где-то вот в эту зону И вот сюда вот, в принципе Давайте сейчас мы изучим Ближайшие места Вдруг там есть что-то полезное Например, какие-то ископаемые Если вот там их не будет Соответственно, мы поедем сразу в бок вот сюда вот И найдем какие-то обломки Интересно, что это за обломки Что они под собой подразумевают Надо будет сейчас туда попасть Электроника, низкий уровень навыка Соответственно, мы не можем здесь ничего подобрать Пока у нас не будет в команде Кого-нибудь из Остальных людей Я думаю, я попробую Вернуться сюда С техниками То есть это у нас Тали как раз Она является хорошим техником Ну и соответственно Мы тоже являемся довольно хорошим техником Только в том случае Если у нас есть такие показатели Пока что нам каким-то образом Нужно попасть вот сюда Собственно, здесь задание Пункт назначения наш Так что давайте попробуем туда доехать Гарус у нас почти полностью убит Но я думаю, что это не сильно его тревожит Кстати говоря, мы, по-моему, получили уровень Насколько не изменяет память А значит, можем его прокачать Прокачивать Так, обучение Увеличивает длительность урона Всех умений Увеличивает здоровье на 5 Увеличивает максимальную точность Дополнительно восстановить Нужно 4 в секунду Так, боевая броня А вот Вот что я лучше Прокачаю Буду использовать тяжелую броню Давайте Зайдем в наш инвентарь Как раз таки И посмотрим Какая у нас есть Тяжелая броня на нас Легкая, легкая, легкая Средняя, легкая Тяжелая броня человек Вот, собственно, вся тяжелая броня Которая у нас есть Защита от урона Какого-либо у нас Естественно, щиты Где как По-разному работают Я думаю, что мы возьмем Телохранителя Это довольно крутая броня Выглядит, кстати, довольно эффектно И мы можем теперь носить именно ее Поэтому радуемся жизни Замечательно Собственно, она повышает Все наши основные параметры Которые там были прописаны Так что все круто Так, а вот, кстати говоря Как выехать на ту сторону Я уже мало сподзабыл По-моему, мы можем тупо в гору Вот так ехать Не парясь И по идее Нас Вроде должно закинуть наверх То есть гора На самом деле Не такое большое препятствие Как многие могут подумать Да, это определенное препятствие Но Такое Главное не ехать как-то Совсем в гору Иначе наш Вездеход малость затормозится Так Ну давайте Мы заехали на гору Покуролесим Собственно Немножко здесь Мне вот интересно Что находится В углу карты Вот там Я правильно же еду? Интересно Что вот здесь вот находится Я думаю Что там определенно Что-то есть Плюс мы нашли Сейчас еще какие-то Ископаемые Чуть впереди нас Надо, естественно Заехать Проведать их Главное особо сильно Не разгоняться Иначе мы Можем куда-нибудь улететь Чего нам в принципе Не хотелось Месторождение Платины Платины Это довольно хорошая штука Поэтому Почему бы нет Очень смешно Когда нам говорят Искать месторождение В тот момент Когда мы в принципе И так на нем Чуть ли не стоим Добавляет нам Довольно много денег Относительно Общего количества Которое у нас В принципе есть Деньги здесь добываются В основном Именно таким образом Продолжаются Будут Добавляться деньги Опять-таки За то, что мы находим Ресурсы Насколько мне Не изменяет память Поэтому В любом случае Находить здесь Какие-либо ресурсы Это очень-очень-очень важно По карте Мы с вами Перемещаемся Вот сюда Точнее пытаемся Переместиться Посмотреть Что там вообще-то как Кстати В опасную зону Лучше не соваться Потому что Там есть риск Подхватить Какую-нибудь Гадость И просто На самом деле Тупо умереть То есть У нас будет Медленно отниматься ХП у машины Соответственно Мы будем Довольно шустро Подыхать Что Не есть Определенно круто Так А потом Мы поедем Уже Вот туда Так Поворачивайте Назад Капитан Вы выходите За пределы Района Операции Что Неужели Здесь ничего Нет Получается Я зря Сюда Промотался Твою Налево Ладно Платину С золотом Получили Да и окей Че Видимо Кстати Говоря Платина И золото Не так сильно Ценятся На цитадели Потому что Они как-то Довольно мало Стоят В итоге В отличии От тех же самых Земных цен Если бы Мы нашли Такой кусок Платины Или такой кусок Золота Я думаю Нам бы дали Огромное количество Денег Но На цитадели Это Не сильно Что много Дает Так Давайте Вот здесь Наверное Будет лучший Подъем Я думаю Более Менее Аккуратно Поднимемся И проедем В ту сторону Где у нас Собственно Цель миссии В любом случае Нам с вами По боку Ехать Так что Ничего сильно Не меняется Но здесь По крайней мере Проще подняться Чем например Вот там Так Аккуратненько 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 Подымаемся Здесь главное Завернуть Сюда Вот Отлично Тихо 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 Как то так Главное Здесь не использовать Псевдоускорение Которое Не ускоряет А лишь Отталкивает Нас куда то На таких Прыжках Непонятно Ну вот А теперь По горочке Спокойно Мы спустимся Вот сюда Вот Главное Особо сильно Не петлять Ну и Не улетать Куда нибудь Так Гору Мы в принципе Объехали Но Насколько Мне не изменяет Память Нам еще Дальше Еще дальше Причем еще Вбок Вот с этим Произошло То о чем Я говорю Если мы будем Определенное Долгое время Ехать Вверх То машина Все таки Застопорится Как ни крути Давайте поставим С вами Флажочек На то место Где у нас Идут Идет какая-то Миссия Что-то мы там Должны сделать Ставим Вот сюда Флажочек И собственно Едем к ней Напрямую Флажочек Нас ведет Нас ведет Туда Туда Хрен Мы туда Так сказать Нормальным Образом Доберемся Падаем вниз Не получая Какого-либо Особого Урона Все благодаря Хорошей Гидравлике Нашем Автомобиле И Хреновой Физике Самой игры В этом плане Точнее как Физика Это в игре Хорошая Но Когда твоя машина Непонятно как Прыгает и переворачивается При этом Не получая Ни малейшего урона Это очень круто Впрочем Об уроне Как-нибудь потом Мы еще с вами Успеем получить Довольно много урона В различных ситуациях Так что Такое И что же Это такое Дорогие друзья Что же мы нашли Такое интересное Собственно Давайте поглядим Я думаю Вы тоже не против А что ей не нравится Я по-моему Отлично припарковался Нет Ну ладно Так Выйдите на ровную поверхность Протеанские руины Обследовать И как вы видите У нас могут возникнуть Некоторые проблемы С С обследованием Но тем не менее Мы можем Спокойно это изучать Изучив Странный Странный Протеанский артефакт Вы обнаруживаете В нижней его части Небольшую щель Необычной формы Вспомнив Прав Странную Безделицу Которую вы получили От спутницы На цитадели Вы достаете Ее и вставляете В щель Шар вспыхивает Ярким белым светом Мгновенно ослепляя вас Лишая способности Ориентироваться Сознание постепенно Возвращается к вам Словно вы просыпаетесь От глубокого сна Вы в лесу В одиночестве Недалеко от пещер В которых вы живете Вместе с остальными Членами вашего племени Вы чувствуете боль В затылке От небольшой шишки Как будто под кожу Врезался кусок кремния Опираясь на копье С костяным наконечником Вы встаете на ноги Ваше внимание Привлекает звук Идущий сверху И вы замечаете Странное существо Которое летает Над вами Оно не похоже На птиц На которых вы охотитесь У озера У него нет головы И крыльев Но каким-то образом Ему удается летать Существо Существо переливается Серебристым цветом Зависнув подобно облаку Без движения в воздухе Вы чувствуете Что оно смотрит на вас И изучает вас Сжав волосатый кулак Вы угрожаете Угрожающе направляете копье В сторону существа И трясете им Существо поднимается высоко В небо И скрывается из виду Но довольтворенно рыча Вы возвращаетесь в пещеру К своему племени Вы начинаете заниматься Привычными делами Охотитесь Чтобы добывать еду Сражаетесь за право Обладать самкой Ведете войны С другими племенами За территорией Дни идут сплошной чередой И каждый раз Когда вы просыпаетесь Ото сна Вас преследует Чувство Что вы не одни То есть Что кто-то другой Кто видит Слышит И чувствует То же Что и вы Такие моменты Вы нащупываете Странную шишку На затылке И вспоминаете Странное серебристое Существо в небе Воздух становится Холоднее И наступает зима На охоте Вам приходится Запредать Дальше Плотно закутываясь Меха Чтобы укрыться От холода Однажды Когда вы охотитесь Странная птица Возвращается Вы слышите ее До того Как видите Раскатистый оглушающий Звук Который она издает Накрывает вас волной В животе У нее Открывается Огромный глаз Светящийся Красный Шар Вы пытаетесь Бежать Но луч красного Света Исходящий Из глаза Сковывает Ваши движения И в глазах У вас снова темнеет Когда вы приходите В себя На летание Вы понимаете Что лежите на земле А протеанский артефакт Парит в воздухе Над вами В целости и сохранности В недоумении Ваши спутники Помогают вам Подняться на ноги Вспыхнул яркий свет И вы рухнули На землю Мы толком Не успели Ничего понять Объясняют они Вы в порядке Шепард Вы отвечаете Не сразу Пытаясь сделать Вывод из увиденного Воспринимания Но вспоминания Охотника Кроманьонса Зарегистрированные Протеанским записывающим устройством Как долго они изучали Примитивных землян А анализировали Результаты исследований На своей базе На Марсе И чему они научились У нас Если это вообще возможно Я в порядке Наконец отвечаете Вы понимаете Что ответа на эти вопросы Вам никогда не узнать Пустяки Зато мы получили здесь Соответственно Крутой опыт И мы действительно Получили тот же левел То есть за всего-то Одно задание Что не может Соответственно Не радовать А можно вернуться На Нормандию Прямо отсюда Но я думаю Что мы сначала Прокачаемся Быстренько Пока у нас есть Такая возможность Так Первая помощь Я вот не помню Кстати Что мне нужно делать Висподготовка Увеличение здоровья Солдат мы пока Прокачать не можем Единство оживляет Оживляет погибших Восстанавливает МТТТ Все понятно Что-то мне Нужно было здесь Делать Я не помню Так При каждом использовании Восстанавливается 60 единиц здоровья 50 единиц Так Время восстанавливания 60 Снижение точности 30 Расход на потенцилина 1 Боевая подготовка Лечит урон ближнего боя На 30 На 35 Ну и так далее Хорошо Я думаю Что у нас Нужно прокачать Обучение спектров Все таки Оно дает Некоторый Буст К Всем нашим Способностям Ну и на самом деле Скорее всего Уже возвращаемся На нормандию И Есть такая Вероятность Что Это Хорошая часть серии Ну что ж Давайте посмотрим Что у нас было еще Можем конечно же Там побегать Поговорить с теми Семи и так далее В принципе я думаю Что здесь мы больше С вами ничего не найдем По идее Хотя давайте На самом деле Даже не так Просто Выйдем полностью Сюда И посмотрим Сами задания Так Траверс Найдите следы битвы Траверс Вы найди Медальон Ну это Долгое задание Это тоже Долгое задание Соответственно Можно Собственно Найти все Вот эти газы Редкоземельные элементы Легкие металлы Все Вот это вот Можно найти Цитадельный Так Странный сигнал Хорошо Следите Странный сигнал Это все Цитадель 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 Странное сообщение Странное сообщение Выясните Что произошло В системе Отправляйте Систему гидро Скопления Руаргус Выясните Что произошло В принципе Здесь мы По-моему Выполнили все Поэтому давайте Отправимся Буквально В соседнюю Соседнюю систему И Посмотрим с вами Что же у нас Есть на Феросе Это будет Начало нашей Следующей миссии Итак Продолжаем С изучения Всех Сторонних Планет И чтения Что же там Вообще Есть Логан Обычный Водородно-гелиевый Газовый Гигант Группы Исследователей Работавших В системе 20 лет назад Были Зарегистрированы Странные Аномалии В облачном Слое Логана Предполагавшие Наличие Большого Количества Крупных Твердых Объектов Под верхним Слоем Облаков Однако Как только Корабль Приблизился Они Исчезли Больше Подобных Аномалий Сообщений Не было Следующая Планета У нас Станет Квана Покрытая Льдом Поверхность Квана И богатая Тяжелым Металлами Высокая Плотность Планеты Позволяет Предположить Наличие Еще больших Минеральных Богатств В ее Недрах Атмосфера Кваны Состоит Из азота И угарного Газа На поверхности Горнодобывающих Комплексов Построенных Протеанами Заброшенные Шахты Соединяются С опустевшими Городами Монорельсовыми Линиями В отличие от Разрушающихся Небоскребов Ферроса Руины На Кване Достаточно Хорошо Сохранились К сожалению Это лишь Облегчило Мародерам Разграбление Древних Городов Обнаружен Легкий Металл В результате Сканирования Кваны Было обнаружено Место Рождение Кобальта Итак Переходим К следующей Планетке И это Шаринг Шаринг Обычный Водородно Гелевый Газовый Гигант Его атмосфера Содержит Примеси Аммиака Метана И необычно Большого Количества Водяного Пара Что окрашивает Ее В яркое Сочетание Коричневого Синего И белого Цветов Да Из более 60 Спутников Шаринга Имеют Два Из более 60 Спутников Шаринга Имеют Диаметр Более 3000 Км И на Обоих Из них Найдены Следы Протеанской Цивилизации Это по всей Видимости Означает Что на Шаринг Велась Добыча Гелия 3 Найден Протеанский Диск С данными В процессе Сканирования Планеты Шаринг Было Зафиксировано Странный Сигнал Старший Инженер Адамс Смог Проследить Его И установить Источник Которым Оказался Странный Объект Тали И Адамс Доставили Его На Нормандию И потратили Несколько Часов На Разработку Незначительное Назначение Предмета До сих пор Неизвестно Но им удалось Определить Его Протеанское Происхождение И обнаружить Протеанский Диск С данными Внутри Неплохо Следующая Планета У нас Будет Ферос Нет Не Ферос Вру Следующая Планета У нас Будет Все Таки Ситау Чрезвычайно Плотная Атмосфера Ситау Содержит Углекислый Газ И серную Кислоту Поверхность Состоит Из Базальтовых И Реолитовых Равнин Имеющих Небольшой Геологический Возраст И отличающихся Высоким Содержанием Углевода И радиоактивных Веществ На Ситау Отмечается Бурная Вулканическая Активность Более Десяти Огромных Вулканов От 50 До 120 Км Шириной Извергаются На поверхности Планеты Активность Вулканов И высокое Содержание Углерода В недрах Ситау Стали Причиной Образования Большого Количества Природных Алмазов Добыча Которых Однако Чрезвычайно Дорогая И опасна Ну что ж А теперь Дорогие друзья Перемещаемся На Ферос Корпорация Экзогения Основала На Феросе Экспериментальную Колонию Чтобы исследовать Протеанские Руины Которые Занимают Две трети Поверхности Планеты Атмосфера Загрязнена Пылью Перемещения По поверхности Затрудняют Кучу обломков Возвышающиеся На несколько Десятков метров Некоторые Признаки Позволяют Сделать Вывод Что Температура На Феросе Когда-то Была Немного Ниже У Фероса Два Крупных Спутника Дальний Называют Оркан Ближний Вартед Ну что ж Давайте Мы с вами Все-таки Перейдем Туда Население На планете Числится 300 человек Это Не много Это Прям Для целой Планеты Чуть ли Не вообще Ничто Поэтому Как-то Странно Но в принципе Это пробная Колония Посмотрим Что же Сделали Они Как вы видите Мы даже Успели Предстыковаться Здесь Есть Вполне Хороший Стыковочный Шлюз Правда Почему-то Он абсолютно Такой же Как и Во всех Других Местах Почему бы Нам не Поболтать Со всеми Любимыми Людьми Если кто-то Должен Заменить Капитана Андерсона Я рад Что это Вы Хотя Насчет Нелюдей На борту Как-то Я не уверен Мы все Здесь Одна Команда Пресли Знаете Мэм Про Найлуса Говорили То же Самое И смотрите Как все Обернулось Я здесь Командую Пресли И я Решаю Ну кстати Да Что-то Вы Пресли Сильно Раскомандовались Говорите Откровенно Пресли Если У вас Проблемы С нелюдьми Я хочу Знать Не в том Дело Капитан Человечество Всегда Само Решало Свои Проблемы Саран Напал На одну Из наших Колоний Мы Сами Должны Его Остановить Их Помощь Нам Не Нужна Кто-то Думает Что Попросить О помощи Значит Проявить Слабость Это Глупость И Упрямство Как бы Ты Ни Был Силен Союзники Сделают Тебя Сильнее Пожалуй Так Может Я просто Никак Не научусь Думать По-новому Старая Школа Не Волнуйтесь Капитан Проблем Не Будет Как Вы Оказались На Нормандии Сразу По Окончании Летной Школы Записался В Навигаторы Вроде Как По стопам Деда Пошел Первое Место Службы Азенкур Во время Скелианского Блица Мы были На Элизиуме На Колонию Был Массированный Налет Не Люди Хотели Ее Уничтожить Их Было Больше Но Их Корабли Не Читав Регату Альянса Получилось Просто Бойня Мы Даже Не Смогли Подсчитать Сколько Кораблей Они Потеряли Как Вы Оказались На Нормандии После Элизиума Получил Офицерское Звание Наверное Произвел Хорошее Впечатление На Кого Надо А Когда Капитан Андерсон Подбирал Команду Вписал Меня Ну Что ж Я думаю Что это Хорошее Начало Так Держать Бресли Да Мэм Получили Сразу И Отступник И Герой Вот Такие Мы Крутые Кстати Надо Глянуть Сколько У нас Поменьше Все таки Больше Мы Герои Это В каком То Смысле Хорошо Но Думаю Что Нам Не Повредит И то И то Так Ой Давайте Спустимся Вниз Я думаю Что в Граже Нас Подождут Наши Дорогие Друзья Которые Сейчас Собственно Там И Находятся И Вы Их Увидите Так Вот У нас Эй капитан Не желаете Посмотреть Что нибудь Из новинок Пока Не вышли Наружу Что У вас Есть Да Что Душе Угодно Броня Оружие Улучшение Нестандартные Модели Альянс Конечно Но Товар Неплохой Если Конечно Вы Не прочь За него Заплатить Почему Я должна Платить Вам Мне товар Не Альянс Поставляет Приходится Закупать Самому Причем Недешево Черт На дни Лицензии Сколько Уходит А нет Лицензии Нет Товара Нет Товара Я Банкрот Что За Лицензии Зачем Они Вам Нужны Производители Продают Лицензии Каждый Дает Право Покупать И Продавать Определенный Вид Товаров Основные У меня Уже Есть Но Если Захотите Покупайте Лицензии На товар Лучшие Лицензии Получить Непросто Но Если Вы Найдете Они Окупятся Ну Кстати Да Это Действительно Интересная Штука Но Придется Постараться Что Предлагают Разные Производители Их Слишком Много За всеми Не уследишь Но По Каждой Лицензии Ясно На что Она Годна Что За Лицензии Упс Прошу Прощения Лучшие Лицензии За всеми не уследишь Часто у вас Бывают Новинки Смотря Сколько У вас Лицензии Но Вообще То Я Все равно Регулярно Обновляю Ассортимент А каждый Раз Как мы Садимся Где Нибудь Где Есть Достаточно Большой Порт Покупаю Продаю И меняю Все Что Смогу Заходите Почаще Мне Нужен Быстрый Оборот Так Что На Постоянном Хранении Только Самые Базовые Предметы Давайте Посмотрим Что У вас Имеется Как Скажете Капитан Естественно У нас Как Всегда Нету Денег И нам Ни на Что Не Хватит Но Почему Бы Просто Не Посмотреть Что У него В принципе Есть Как Бы Увеличивает Максимальное Качество Панацелина На Один Почему Б Нет Уникальный Предмет Это Круто Улучшение Гранат Тоже В принципе Круто Я Не Помню Уже Что Они Делают Но Почему Быть Не Купить Приобрели Также Переносимый Гранат Тоже Можно Увеличить На Один Но Я Об этом Особо Смысла Не Вижу А Кеслер Три Штурмовая Винтовка Давайте Сравним Штурмовую Винтовку Лансер И Мститель У нас Собственно Получше Винтовочка Поэтому Я думаю Что Пока что Обменивать Я не вижу Смысла На что Действительно Можно Обменяться Это На Тяжелую Броню Человека Но Она Стоит Как Вы Видите Довольно Больших Денег Зато Мы Можем С вами Продать Некоторые Вещи Которые Нам В принципе Не Нужны И Продать Их За Сами Видите Какую Цену Поэтому Такое Стоит Ли Продавать Думайте Очень Очень Так Сказать Думайте Над этим Делом Так Механические Суставы Всякая Фигня Легкая Броня Снайперские Винтовки В принципе Я думаю Что Большую Часть Из Этого Можем Продать Есть Например Штурмовая Винтовка Банши Которая Довольно Нехило Кстати Говоря Пробивает Поэтому Некоторые Товары Будут Стоить Действительно Дорого Некоторые Будут Стоить Копейки Что В принципе Логично Большую Часть Которую Стоит Копейки Проще Распылить Уникель Остальную Проще Все таки Как то Разобрать Сделать Что Хорошее А вот Здесь Мы можем Сделать И посмотреть Соответственно Наш Отряд Что С ним Как Чего Зачем Почему И Поговорить С теми Или Иными Ребятами У вас Есть Минута Поговорить С глазу На глаз Простите Капитан Мне Нужно Заняться Своей Работой Но Я Не против Поговорить Попозже Окей Что Вы Думаете О Последней Миссии Мне Мне хотелось бы Чтобы вы Оказались Там Раньше Капитан Не Обижайтесь Я Благодарна За спасение Просто Жалею Жалеете Что нам Не удалось Спасти Весь Отряд Да Мэм Будь я Внимательней Мы Не Попали В Засаду Гетам Легче Всех Сидеть В Засаде Они Не Шевелятся Не Шумят Даже Не Дышат Но У них На головах Фонари Мэм Я Не Допущу Чтобы Это Повторилось Ну В общем То Это Все Что Нужно Узнать Мэм Пойдем Поговорим С нашим Хорошим Другом По-моему Здесь Мы Больше Ничего не можем Взять Ну Да Сделали Того Это Другое А По-моему То же Самое Значит Ваш Народ Тоже Заразили Генной Мутацией Инфекцией Из-за Которой Живым Рождается Один Ребенок На Тысячу И Она Наверное Уничтожает Весь Ваш Вид Пожалуй Все Не Так Я Не Жду Что Вы Поймете Просто Не Сравнивайте Людей С Кроган Я Просто Поддерживала Беседу Я Не Хотела Вас Огорчить Глупость Меня Давно Не Огорчает Шепард Я Давно Перестал Думать О Своем Народе Мы Заражены Генофагом Но Губит Нас Не Это И Ваш Народ Правда Вымирает Сильней Мы Точно Не Становимся Мы Слишком Рассеялись Никому Не Хочется Оставаться В Родной Системе Многие Виды Покинули Свою Родину И Все Процветают Но Они Колонизируют Новые Миры А Мы Не Поселенцы Мы Воины Мы Хотим Драться И Мы Улетаем Идем В Наемники Большинство Не Возвращается Можете Мне Рассказать О Генофаге Нужны Подробности Спросите Соларианцев Они Его Создали Все Что Я Знаю Он Делает Размножение Практически Невозможным Тысячи Рождаются Мертвыми А Большинство Женщин Даже Не Может Зачать Все Кроганы Заражены Каждый А Лекарства Никто Не Спешит Искать Почему Кроганы Не Ищут Лекарства Когда Вы В последний Раз Видели Крогана Ученого Спросите Крогана Что Лучше Искать Лекарства От Генофага Или Драться За Кредиты Он Выберет Драться Уж Таким И Шепард Я Не Могу Это Изменить Никто Не Может Кто Знает Рекс Кто Знает До Встречи Рекс Шепард 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 Спасибо Что Взяли Меня На Борт Капитан Я Знал Что Работать Со Спектром Интереснее Чем Просиживать В СБЦ Вам Уже Приходилось Работать Со Спектрами Нет Но Я Знаю Что Они Из Себя Представляют Спектры Сами Устанавливают Правила Могут Поступать Как Им Хочется В СБЦ Ты Шагу В Сторону Не Сделаешь Чертовы Бюрократ Вечно Дышат Спину У Каждого Правила Есть Своя Причина Может Быть Но Иногда Кажется Что Правила Существуют Только Чтобы Мешать Мне Работать Если Я Ловлю Преступника Как Разница Как Именно Я Это Делаю А СБЦ Хочет Чтоб Все Было Как Положено Главное Протокол Порядок Потому Я Ушел Оттуда Значит Вы Ушли Потому Что Вам Не Нравились Их Методы Дело Не Только В Эт Начиналось Все Неплохо Но Чем Выше Я Поднимался Тем Больше Становилось Канцелярщины То Как СБЦ Работало По Делу Сарана Типичный Пример Я Больше Так Не Смог Ненавижу Уходить Я Надеюсь Вы Сделали Правильный Выбор Не Хотелось Чтобы Вы О Нем Пожалели Потому Я И Пришел К Вам Для Меня Это Шанс Выбраться Из Цитадели Посмотреть На Мир За Пределами СБЦ Уж Я Точно Попытаюсь Получить Удовольствие От Этой Поездки И Без СБЦ За Спиной Я Пожалуй Смогу Для Разнообразия Поступать Так Как Мне Хочется Если Это Значит Ставить Под Угрозу Жизни Невинных Людей То Нет Мы Работаем Четко А Не Быстро Понятно Я Не Пытался Я Вас Понял Капитан Ништы Хочет Убивать Невинных Жителей Ах Ты Какой Злой Гарус Он На самом деле Гарус Не Это Имел В В Но Почему Ближний Раз Ему Об Этому Не Намекнуть Я Думаю Что Это Стоит Того Так Кодекс Кодекс Эй Капитан Это Коварианка Тали Все Время Тут Торчит И Все Меня Расспрашивает О Двигателях Я Скажу Ей Что Оставило Вас Споко Что Вы Нет Она Молодчина Мои Ребята Были Хоть Вполовину Такие Смышленые Дайте Ей Месяц На Борту И Она О Двигателях Будет Знать Больше Чем Я У Нее Техническая Жилка На Лету Все Схватывает Я Понимаю Почему Вы Ее С С С Я Решила Что Она Будет Полезна Нам На Борту У Вас Нюх На Таланты Капитан Но Только Вряд Ли Вы Спустились Сюда Из-за Этого Расскажите О Стелс Системе ВТК Как Она Действует Корабль В Космосе Не Спрячешь Слишком Много Излучает Тепла И Радиации Датчики Легко Обнаружат Значит Надо Как Отсек Корабля Нет Излучения Нет Сигнала Правда Рано Или Поздно Эти Отсеки Приходится Освобождать Несколько Часов Полета И Они Перегреваются Так Что Мы Тут Испечемся Как В Духовке Других Способов Засечь Нас Нет От Визуального Сканирования Не Уйдешь Всякий Кто Выглянет В Окно Увидит Нас Как На Ладони Но В Космосе Для этого Надо Оказаться Очень Близко Большинство Полагаются На Сканеры Они Нас Не Заметят Пока Стелс Система Включена Если Только Мы Сами Не Разгонимся До Сверх Световой Почему При Сверх Световых Скоростях Система Не Работает При Переходе На Сверх Свет Происходит Смещение Частота Излучения Становится Слишком Высокой Прыжок Это Все равно Что Из Ракетницы Выстрелить Датчики Могут Нас Засечь В точках Входа И Выхода Из Полета Со Сверх Световой Скоростью Но На Коротких Перелетах Наша Стелс Система Идеальна А у Нас Как Раз Такое Задание Где Еще Вы Служили Адамс Какой Класс Судов Альянса Не Назовете Я Везде Был От Дредноутов И Несущих Крейсеров Я Хочу Побольше Узнать О Нормандии Лучший Корабль Из Всех На Каких Я Служил Пожалуй Самый Быстрый За Всю Историю Флота И Точно Единственный С Новым Ядром Тантал Что Особого В Ядре Тантал Пропорционально Оно В два Раза Больше Чем На Любом Другом Корабле Мы Не Только Летим Быстрее Но И Можем Дольше Идти На Сверх Световых Без Перезарядки Ядра Вот Такие Вот Крутые Речи Слушаюсь Капитан Ну Не знаю Конечно Как вам Дорогие Друзья Мне Иногда Интересно Узнать Всю Эту Веселую Информацию О том На Чем Мы Летаем Как И Вообще С Кем Мы Летаем У У Вас У У У Я Никогда Раньше Не Видела Такого Реактора Не Верится Что Вам Удалось Поставить Его На Такое Маленькое Судно Я Начинаю Понимать Почему Вы Люди Так Успешны Не Знала Что Суда Альянса Настолько Совершенны Нормандия Прототип Передовая Технология Месяц Назад Я Заправляла Переделанный Тягач С помощью Самодельного Шланга А Сейчас Путешествую На борту Одного Из Лучших Кораблей В Пространстве Цитадели Должна Еще Раз Поблагодарить Вас За то Что Взяли Меня Полет На Таком Корабле Мечта На Яву Не Знала Что Вас Так Интересуют Технологии Космических Кораблей Таковы Все К Варианцы Мигрирующий Флот Ключ К Выживанию Нашего Народа Корабли Наш Самый Ценный Ресурс Но Ничего Подобного У Нас Нет Нам Приходится Обходиться Старой Поддержанной Техникой Стараемся Поддерживать Ее На Ходу Пока Можем Часть Крупных Кораблей Флота Осталась Еще С тех Пор Как Мы Бежали От Гетов Неужели Вы Все Еще Летаете На Кораблях Которым По 300 Лет Их Постоянно Ремонтируют И Переоснащают Красивыми Их Не Назовешь Но Они Действуют Более Менее Мы Пытаемся Добиться Максимальной Независимости Сами Выращиваем Пищу Сами Добываем И Перерабатываем Топливо Но Кое Что Самим Сделать Невозможно Для Заплат На Корпус Нужно Сырье Которого У нас Попросту Нет Вот Почему Паломничество Так Важны Для Нас Расскажите О Своем Народе Жизнь Наша Нелегка Ресурсов Не Хватает Мы Все Время В Пути Все Что Мы Делаем Должно Так Или Иначе Идти На Пользу Мигрирующему Флоту Во Флотилии 17 Миллионов Кварианцев Выживание Каждого Зависит От Остальных Мы Все Тесно Связаны Друг С Другом К Сожалению Для Этого Приходится Жертвовать Многими Правами И Свободами Которые Другие Принимают Как Данность Какими Именно Свободами Например Родителям Запрещено Иметь Больше Одного Ребенка Если Население Слишком Возрастет Наши Ресурсы Быстро Истощаться Ну Конечно И Слишком Низко Наша Численность Не Может Падать Если Она Снижается Запрет На Деторождение На Время Снимают В Крайних Случаев Даже Стимулирует Многодетных Матерей Хотя К таким Мерам Конклаву Не Приходилось Прибегать Уже Почти Сто Лет Это Ваше Правительство Конклав Это Гражданская Ветвь Власти Каждый Корабль Избирает Представители В состав Конклава Который Принимает Решение Касающееся Всего Флота А По делам Отдельных Кораблей Последнее Слово Остается За Их Капитанами Эта Традиция Уходит Корнями В то Время Когда Флот Жил По Законам Военного Времени К счастью В наши дни Большинству Капитанов Хватает Ума Иметь Выбранных Командой Советников Значит Высшая Власть Принадлежит Выборным Представителям На практике Да Обычно Правила Для Повседневной Нашей Жизни Устанавливают Конклав И Советы Кораблей Но В теории Мы все еще Под военной Юрисдикцией Пять Высших Офицеров Флота Входят В состав Коллегии Адмиралов При чрезвычайной Ситуации Они имеют Право Отменить Любое Решение Конклава Для этого Адмиралы Должны Прийти К единому Мнению И Сделать Это Можно Лишь Единожды После Этого Вся Коллегия Должна Подать В отставку Это Хорошая Мера Предосторожности За Почти Что Три Столетия Коллегия Отменяла Решение Конклава Всего Четыре Раза Я Хочу Побольше Узнать О Гетах Вряд Ли Я Смогу Вам Рассказать Что Чего Вы Сами Не Знаете С Тех Пор Как Они Отправили Мой Народ В Изгнание Прошло Почти Триста Лет Я Знаю Лишь Историю Их Появления Чем Они Были Когда Мы Их Создали И Как Они Обратились Против Нас Интересно Изначально Геты Создавались В качестве Автоматической Рабочей Силы Их Интеллект Был Тогда Ограничен Как У Любого ВИ Потом В их Программу Вносились Модификации Чтобы Они Могли Выполнять Все Более Сложные Задачи И Они Все Больше Становились Похожи На Настоящие ИИ Почему же Совет Не Вмешался И Не Остановил Вас Это Не Был Настоящ И Совершали Ничего По Настоящему Преступного Изменения Были Такие Небольшие Постепенные Что Мы Могли Их Контролировать Как Нам Казалось Но Мы Недооценили Потенциал Нейросети Миллион Одновременно Мыслящих Гетов Создал Нестабильную В своей Основе Матрицу То Есть У Гетов Коллективное Мышление Многие Логические Системы Гетов Разрабатывались Из Умнее Значит У них Что-то Вроде Группового Сознания Нет Ничего Такого Они Не могут Обмениваться Сенсорными Данными Или Информацией Программа Не справится С таким Количеством Входящих Данных Каждый Гет Имеет Индивидуальное Самосознание Нейронная Сеть Работает Только На уровне Процессов Это Нечто Вроде Искусственного Аналога Подсознания Но Оказавшись Рядом Они Могут Координировать Низкоуровневые Процессы Приобретая Большую Способность К оригинальному И независимому Мышлению Никак Не возьму В толк Как Все Это Связано Наверное Я Слишком Упрощаю Геты Развитые Сложные Создания Вам Достаточно Знать Что Собираясь В большом Количестве Они Становятся Умнее Мы Изготавливали Все Больше И Больше Гетов И Их Мышление Становилось Все Сложнее И Абстрактнее Однажды Один Гет Стал Задавать Контролеру К Варианцу Вопросы О природе Своей Сущности Я Живой Почему Я Здесь Каково Мое Предназначение Можете Себе Представить Какую Панику Это Вызвало Не Вижу В этих Вопросах Ничего Дурного Геты Создавались Для Занятий Скучным Монотонным Или Но Разумным Существам Быстро Перестает Нравиться Геты Стали Проявлять Признаки Рудиментарного Самосознания И Независимого Мышления Но Если Геты Были Разумны Значит Мы По сути Держали Их В рабстве Мятеж Обредших Разум Гетов В такой Ситуации Был Неизбежен Мы Знали Что Они Восстанут Против Нас И Мы Нанесли Удар Первыми По Всем Кварианским Системам Был Распространен Общий Приказ О Подключении Всех Гетов Геты Отреагировали С яростью Нельзя Винить Того Кто Бьется За Своё Выживание У Нас Не Было Выбора Геты Были Уже На Грани Восстания Действуя Быстро Мы Имели Шанс Закончить Войну До Её Начала Надежда Была На То Что Большинство Гетов Ещё Просто Машины Не Способные К Организованному Сопротивлению Но Их Прогресс Зашёл Намного Дальше Чем Мы Думали Война Была Долгой Кровавой От Их Рук Погибли Миллионы И Миллионы Кварианцев В конце Концов Мы Вынуждены Были Бежать С Родной Планеты Мы Боялись Что Геты Станут Нас Преследовать Но Они Так Они Вышли За Пределы Вуали И Теперь Мы Изгнанники Ищущие Способы Вернуть То Что Прежде Было Нашим Вас Трудно Жалеть Ваши Предки Пытались Истребить Другой Вид Мы Сделали Ошибку Когда Стали Создавать Гетов Но Начать С ними Войну Вот Эта Ошибкой Не Было Если Бы Мы Не Стали Действовать Они Уничтожили Нас Это Искусственная Форма Жизни Органика Им Не Нужна Никакая Как По Вашему Почему Они Отрезали Себя От Все Остальной Галактики Почему Убивают Всякое Органическое Существо Которое Хочет Пойти С ними На Контакт Сарана Они Не Убили И Что Вам Это Говорит Геты Вовсе Не Невинные Жертвы Они Наши Враги Они Хотели Уничтожить Нас Не Только Кварианцев Всю Органическую Жизнь Вот Почему Они Встали На Сторону Сарана И Вот Почему Мы Должны Его Остановить Я Хочу Побольше Узнать О Паломничестве Когда Мы Достигаем Зрелости То Покидаем Родные Корабли И Ищем Места В Новом Экипаже Это Необходимо Для Поддержания Генетического Разнообразия Но Ни один Корабль Не Примет Того Кто Станет Для Него Обузой И Чтобы Проявить Себя Мы Отправляемся В Паломничество Улетаем В одиночку Оставив Плотилию Своих Родных Вернуться Можно Лишь Когда Найдешь Что-то Ценное Что Можешь Привезти С С С С С С Это Что-то Преподносится В Дар Капитану Корабля На Который Ты Бывает Нечасто Большинство Капитанов Стремится Увеличить Размер Команды Это Повышает Их Статус В Обществе Даже Если Дар Не Слишком Ценен По Традиции Капитан Обычно Принимает Его Хотя Предложить Ему Плохой Дар Это Позор Не Лучший Способ Произвести Хорошее Впечатление На Новых Товарищей Большинство Паломников Не Возвращается Пока Не Найдет Что-то Приличное Не Не Ужели Вас Посылают По Одиночке Это Не Значит Что Нас Просто Выгоняют Перед Уходом Нас Обучают Тому Как Выжить За Пределами Флотилии И Дарят Много Всего Полезного И Еще Нам Ставят Имплантаты Для Борьбы С Болезнями Из-за Поколения Жизни В Изолированной Управляемой Среде У нас Существенно Его Проходят Все Кварианцы Будь Он Опасен Нас Осталось Бы Мало Практически Каждое Паломничество Кончается Триумфальным Возвращением И Ритуалом Преподнесения Дара Капитану Я Хочу Поговорить О другом О чем Например Мне Нужно Идти Увидимся Ну вот Кстати С нее Мы получили Довольно Много Опыта И Давайте Еще раз Глянем На На Шепот На данный момент Сколько У нас там Осталось Совсем Чуть Чуть Добрать До Следующего Уровня Ну а Сейчас Я даже Не знаю На самом деле Я думаю Что на этом Пора бы Закончить Начать Следующую Серию С общения С двумя Человеками И отправиться Уже на планету Собственно Покорять Новые Земли Я думаю Что это Будет Правильно Поэтому На сегодня Все мои Дорогие Друзья Пока С вами был Косит Дезертиру Надеюсь Вам понравилось И Собственно Удачи Что я могу сказать Пока Пока